Ему 27 лет, рост 180 сантиметров, вес 113 килограммов. Его профессиональный рекорд 24 боя, 16 побед при 8 поражениях. Чемпион Brave FC, чемпион Summer FC, чемпион Top 5 Brazil. Дамы и господа, встречайте по прозвищу Дракон. Шоссе Родриго Каукэр. А вот и его соперник справа от меня. Бойцу 31 год, рост 193 сантиметра, вес 120 килограммов. Профессиональный рекорд 28 боев, 22 победы и 6 поражений. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо. Чемпион Европы по боевому самбо. Экс-чемпион мира по версии Pro FC. Дамы и господа, приветствуйте! Из России Александр Емельяненко! Супер бой, которого ждали. Здесь по-другому ты не скажешь. Действительно, после Боба Сапа. Но хотя здесь Александр-то мне упрекнуть не в чем. Мы предложили выступать на промоушене. Он сказал, да уж. Вопрос подбора соперника. Он лично его себе подбирал. Так что ладно, оставим эту тему. Хотя, в общем-то, поединок... Бой, ради которого мы все собрались. Да, никаких эмоций больше уже и не вызывает. Гелки этот намного более серьезный соперник. Несмотря на 4 поражения к ряду до момента сегодняшнего. Но здесь Михаил, как раз я с вами согласен. Думаю, не в свой вес лазил. И там не пошло. Но все-таки тяж. Хорошо добивает в партере неожиданные лоу-кики. По крайней мере, из того, что мы наблюдали. Быстрые руки. Но соревноваться с Сашей в ударной технике рук Александр-то даже зрим потяжелее. Пойдет ли бороться? Ну, посмотрим. Посмотрим. Вот как раз те самые лоу. Суеты довольно много пока в исполнении бразильца. Очень много лишних движений. Хотя он, в принципе, в такой манере и начинал примерно все свои поединки. Он всегда настолько быстро двигается, настолько много двигается. Без какой-то видимой причины. Я думаю, что Саша медленнее его. Саша мощнее. Достаточно. При всем при этом очень быстро. Опускать ручку левую, Саша. Хорошо, хорошо, хорошо. Молодец. Терпеливый, терпеливый боец-бразилец. Конечно, все будет не очень просто, но уже сечка есть. Прекрасно работает. Вот как раз-таки то, о чем я говорил. Вот он, Саша, очень долгое время работал с тем же тренером, с кем я работал с Юрой Разумом. Сейчас у него другой тренер по боксу прекрасно. И вот как он хорошо. Вот он все время вот за него. Надо, он делает шаг назад. А так он все время к нему. И дергает его, дергает. Все время вот прям вот раздергивает, раздергивает. И когда тот уже останавливается, он начинает бить. Прекрасно вообще. Видно, Саша, хорошую форму. И перемещаемся, и перемещаемся, и работаем. Вот он все время дергает его. Попух, жестко попал. Попал, попал. Молодец. Саша, надо при всем при этом быть очень собранным. И очень внимательно. В гилке, в принципе, такие досрочные поражения, когда он падал, честно говоря, не припомню. А еще этот джеп у Саши какой, аху, хочешь? Он и был. Был, да, всегда джеп и левый сбоку, он очень хорошо бьет. Хорошо, вот он так, он нагнетает прям, нагнетает, нагнетает, нагнетает. Ну-ну-ну-ну. Бразильцы пытаются пока идти бороться. Крепкая голова. Много на себя уже напринимал, и дальше пошли по кругу аккуратненько. Понятно, что сейчас вот эти передвижения уже, да. По голове видно все. Сечка там. И не предлагает даже бороться. Вот это, кстати, странно. Он своих соперников, в принципе, затаскивал порог. Очень хорошо. Раз-два. Причем, когда бьет, при этом смещается Саша, чуть-чуть в сторону уходит. Хороша. С линии атаки попал, ловко попал, хорошо. С линии атаки чуть-чуть в сторону уходит, и тем самым тот не может ничего сделать. Он не видит его. Как он заходит, а, хорошо. И вот ты сразу сделал шаг в сторону Саши. Тогда он на него пошел. Здесь, кстати, видна работа уже. Сразу, прекрасно. Серьезней еще работа. Раз-шаг назад, и опять к нему с атакой. Классика, на самом деле. Ну вот, первая попытка побороться. Первая попытка побороться, конечно, больше уже от безысходности. Молодец. И сразу, вот как он зашел в сторону хорошо. Саша, мне кажется, провел очень хороший сбор. Ну, очевидно, по-моему. С боксерами, да, как хорошо у него быстро летят руки, легко летят. И как он хорошо подбирает дистанцию. Как он подбирает, посмотри, на лицовом соперника. На лицовом, ну что, Иза, соперник избит. Вообще. Избит в первом раунде, причем серьезнейшим образом. Я думаю, там очень сильная гематома. Очень сильная. И вот он, как он зашел, и прям таким взрывом, то есть, раздергиванием, как он его заставляет напрягаться соперника. Вот посмотрите, он прям весь скованный стоит. От этого он столько сил тратит. Казаш, он бьет уже выборочно. Вот, и ушел, сделал шаг назад. Ой, хорошо. Присел. Прекрасно. Молодец. Молодец. Поздравляю. Хорошая трудовая победа. Действительно хорошая, действительно трудовая. Красавец. Никаких больше здесь. Какие тут могут быть слова? Вопросы. Слабый соперник или плохой? Прекрасный бой. Мне кажется, что Саша был в великолепной форме. Прибавил. Прибавил, прибавил довольно здорово. И видна работа, виден сбор, на которой он посидел. Знаете, с опаской сейчас на ее посмотрел Дмитрий Зеброский. Пройдя мимо. Александр, а что вы, мне вот с этим потом биться? Саник, поздравляю, молодец. Молодец. Красавец. Поздравляю. Вот поздравление прямо здесь, рядышком, через комментаторскую позицию. Саник, я не приглашал. Александр здесь делать ничего не дал. Причем по качеству этот бой напомнил Сашу в легендрайде. Где-то, вот Саша, где-то было рядышком. Хорошая, гнятная работа. Молодец. Поздравляю, Саник. Очень я порадовался, очень переживал за него. Потому что очень хорошо его знаю и искренне рад за него. Поздравляю с победой. Молодец. Александра, поздравляем с победой. На этом проекте 49-й потихонечку подходит к концу. На этом наша трансляция сегодня подошла к концу. Спасибо большое организаторам за замечательный турнир. Спасибо господинам Кинтон за организацию этого турнира. Редиктор трансляции Денис Шалейнен, редактор Сергей Белокоров. И ваши комментаторы Дмитрий Бобцов. И благодарю Михаила Малютина, нашего известного российского бойца, за то, что любезно согласился провести это, причем, на нашей комбинаторской позиции. До свидания, дорогие друзья. Занимайтесь спортом. Всего хорошего. До свидания. Будьте здоровы. Дорогие господа, наш вечер подошел к концу. Мы не прощаемся с вами. Говорим вам до свидания. И приглашаем вас на юбилейный 50-й турнир Pro FC, который состоится в Ростове-на-Дону 25 августа. Итак, вас ждут финалы за поезда Четонов Крам-При в легком и полусреднем весах. Также в финальные поединки в среднем и полутяжемом весе. Состоится долгожданный титульный бой за титул чемпиона мира по версии Pro FC в легком весе.